Ну что, уважаемые коллеги, продолжаем наш, я бы сказал, марафон, совершенно очевидный, скрининг рака лёгкого. К нам присоединился профессор Барчук, коллега наш, известный таракальный хирург, который раньше не верил вообще в все эти профилактические глупости, а теперь, видите, он со мной сопредседательствует честь и хвала. Спасибо, я очень рад и тронут, и горд. Спасибо. Спасибо. Значит, первый доклад на эту тему, скрининг и профилактика рака лёгкого в рандомизированных контролируемых исследованиях. Доклад доктора из Нидерландов Карлайн Ван дер Альст. Пожалуйста. Спасибо большое за представление. Я буду говорить о подходах к скринированию рака лёгких. Прежде всего, я начну с фоновой информации. Рак лёгких – это важная проблема, которая относится к, связанной с курением. 1,3 миллиона людей умирают от рака лёгкого по всему миру. Это 28% от всех смертей от рака. И эти цифры достаточно высоки по сравнению с раком молочной железы и простаты. Рак лёгких – это превентивный рак. И мы можем сказать, что клиническая диагностика обычно происходит уже на более поздних этапах. И это составляет приблизительно 16%. 90% всех случаев рака лёгких связаны с курением. И достаточно серьёзно соотносится с стилем жизни. Прекращение курения будет являться достаточно эффективным механизмом предотвращения развития рака. Рак лёгких обычно определяется сейчас у бывших курильщиков. Наверное, это потому, что проходит определённое время между двумя интервалами – прекращение курения и развитие непосредственно рака лёгких. Поэтому какие существуют возможности, возможностей скринирования? Здесь мы видим… Нашей целью было, прежде всего, проскринировать пациентов на приклинической стадии. Цель – снижить серьёзные последствия и развитие серьёзных осложнений, в частности, смертности от рака лёгких. Когда мы рассматривали вопрос длительности скринирования, необходимо признать, что только небольшой процент тех людей, которые подверглись скринированию в отношении рака лёгких, получат преимущество. И большинство из тех, которые испытывали побочные эффекты от скринирования, это количество пациентов было достаточно незначительным. Когда мы говорим о балансе преимуществ и отрицательных сторон, прежде всего, мы говорим о снижении смертности, снижении развития более поздних стадий заболевания, а также увеличении продолжительности жизни после диагностики. Также мы говорим о отрицательных сторонах. Это, прежде всего, стоимость лечения, это отрицательные воздействия радиационного облучения. Мы исследовали различные формы эффективного скрининга. Прежде всего, некоторые исследования говорили о том, что скринированные модальности достаточно эффективны, но ни одна из этих модальностей, которые представлены на экране, не показали свою серьезную эффективность. Несколько лет назад было проведено исследование, которое показало, что компьютерная томография является достаточно надежным методом ранней диагностики рака легких. Затем многие гердомизированные клинические исследования были начаты. Самое большое – это американское исследование. Более 50 тысяч людей были включены в эти исследования, которые относились к высокой группе риска. Они сравнивали компьютерную томографию и рентгенограмму, эффективность. Последнее исследование – это было исследование Нельсон. А вот 60 тысяч человек было включено в исследование. Опять же, они сравнивали отсутствие скринирования и проведение компьютерной томографии в рамках данного скринирования. Европейские исследования – Дания, Италия, Германия и Великобритания. Все эти исследования включили в себя более ограниченное число участников. Европейское исследование также сравнивало две группы – компьютерная томография или непроведение компьютерной томографии в рамках клинического исследования. Даже посмотрели показатель исторической снижения смертности – это исследование НЛСТ. Результаты были получены следующие – 7% снижения смертности при проведении скрининга. Мы оценивали также и следующие показатели. Использовали прежде всего данные компьютерной томографии, чувствительность компьютерной томографии, стадирование. Это скринированные модальности компьютерной томографии или рентген грудной клетки. Сверху видно, объясняют, почему компьютерная томография более чувствительна в 99,35%, поскольку именно компьютерная томография может выявить ранние стадии рака легких. Следующее исследование, которое рассматривало, было сделано сравнительное моделированное исследование. Исследование, цель основная была – это прежде всего определить наиболее эффективный сценарий скрининга. Мы рассмотрели практически 600 различных сценариев, и все сценарии варьировали, прежде всего, в отношении начала скринирования, возраста скринирования, распределения пациентов по группам курящие и не курящие. Вот именно поэтому, поскольку такая гетерогенная популяция была, столько много сценариев было рассмотрено. Эта линия представляет собой наиболее эффективный сценарий скринирования, и то, что обозначено, высвечено зеленым, это наиболее важный сценарий, наиболее эффективный, 600 сценариев. Я объясню несколько позже. На слайде также мы видим вот эти точечки, которые представляют критерии НЛСТ, являются менее чем оптимальными. То есть с этой точки мы можем оптимизировать наши сценарии, в заключении можно сказать, что, конечно, лучше проводить ежегодное скринирование, а не в интервале 3-5 лет, начиная с возраста 55 лет. Мы рассматривали вот эти возрастные интервалы скринирования, это 55-80 лет, которые являлись более эффективными. Были сценарии, которые показали более положительные результаты, но были скринирования, которые не подтвердили свою эффективность. Здесь видно, что оптимальные сценарии – это было исследование моделинга, а именно скринирование, проведение компьютерной томографии в возрасте 55 лет до 80 лет, по крайней мере, раз в год, и 90%, 19% тех пациентов, которых мы рассмотрели, имели показания для проведения скринирования. Что касается популяции в Соединенных Штатах, применение данного сценария, принесло преимущество в 14% в случаях. Также это приводило к… Также мы рассматривали и случаи гипердиагностики, которые составили в нашем исследовании 10%. Затем Хемфри и коллеги выполнили систематический обзор. В то время уже было закончено 4 основных исследования в отношении уровня смертности, процентной смертности. Три небольших итальянских исследования и датские исследования. Они не показали снижение смертности. Только одно клиническое исследование продемонстрировало действительно снижение смертности от проведения скринированных программ. Но они рассматривали эти данные смертности в очень коротком интервале всего несколько лет. Это обновленные данные. Опять же, они не продемонстрировали снижение смертности от рака легких. Исследование Нельсон – это второе по своей величине исследование. Оно все еще продолжается, и мы ждем получения результатов снижения смертности. Исследование Нельсон – это популяционное исследование. Сравнивали две группы – скринирование и нескринирование. Достаточно серьезная доказательная сила – 20-25%. У нас было четыре раунда скринирования с различными скринированиями, интервалами скринирования, для того, чтобы продемонстрировать, для того, чтобы выяснить оптимальный интервал скринирования. У нас был уникальный протокол по обследованию лимфоузлов. А вот эти... Мы рассматривали лимфоузлы в отношении объема. У нас три основных результата. У нас есть отрицательные результаты. Когда у пациента были отрицательные результаты, пациент шел на следующую программу скринирования. И если, например, повторялись КТ через шесть недель и три месяца, если результаты были неопределенные, они повторялись результаты скринирования для того, чтобы рассчитать непосредственно рост. Если мы оценивали по данным компьютерной пенографии, действительно ли лимфоузлы остаются в неизменном состоянии или они увеличиваются. И если результаты положительные, если мы наблюдали увеличение роста лимфатических узлов, мы направляли данного пациента к пульмонологу. И здесь мы видим снижение результатов положительных тестов на исследовании Нельсен, сравнивая с НЛСТ. Если посмотрим на положительную прогностическую ценность, то она составляет 40 и 44 случаи с Нельсеном и 3 с НЛСТ. Говоря о протоколах и возможности обнаружить рак легких на ранней стадии, хороших скрининговых тестах и возможностях, но без потери эффектов разница состоит в том, что не так много людей направляется в таком случае к пульмонологу. И это очень важный момент. В НЛСТ приблизительно все участники получили, по крайней мере, один положительный результат. Это очень мощные, огромные цифры. И у меня две таблицы, но в одном слайде это невозможно представить. Здесь мы видим последние результаты исследований. И опять-таки, это НЛСТ. Ложно положительные результаты. Эти уровни очень высокие. И затем мы имеем датское исследование, протокол Нельсен. И здесь также получали сложно положительные результаты. Достаточно высокие цифры, но эта цифра значительно ниже, чем в случае с НЛСТ. И также были другие исследования, где мы видим вариации, особенно благодаря самому протоколу. Но мы видим много возможностей использовать положительные уровни и снижение ложноположительных результатов. И мы также видим, что протоколы, которые были использованы, давали возможность обнаружить рак на ранних стадиях. Недавно были сделаны подсчеты эффективности скрининга на предметах рака груди. Диапазон от 80 тысяч до 66 тысяч долларов США. Это те суммы, которые связаны с увеличением периода жизни на годичной основе. Внизу это цифры, которые связаны с увеличением качества жизни в течение года. И это аббревиатура OALI. И также подсчеты, сделанные в рамках НЛСТ. Цифры перед вами. В Европе, скажем, 100 тысяч евро это то, что не будет принято европейскими странами. Вот цифры ниже 100 тысяч. Вопрос, как мы можем оптимизировать скрининг, поскольку высокие, ложноположительные результаты, они связаны с возможностью скрининга. Например, если взять протокол Нелсон. Нельсонское исследование еще до сих пор идет. У нас есть некое количество данных. Скажем, в Европе мы можем реализовать скрининг и использовать информацию, связанную со стратегией вовлечения методов и риски информации, касающейся интервала скрининга. в некоторых исследованиях показано, что только в Нельсонском исследовании известно гораздо больше о временных интервалах. Они уже разрабатывали, но тем не менее нам нужно подождать, чтобы получить окончательные данные. также нам не хватает информации по системе лечения узлов и также прекращения курения. И, естественно, эффект курения сейчас известен и риск рака легких возрастает. Нам необходимо снизить риск для текущих курильщиков. Да, когда мы скажем, что скрининг может стать эффективным и экономичным, мы должны ответить на такой вопрос, а как сделать это на практике, как использовать потенциал, как обеспечить качество скрининга легких. Например, каков эффект скрининга и каковы риски. Есть очень много вопросов, на которые еще полностью не найдено ответы. Какие заключения? Только одно исследование, которое показывает значимое снижение смертности существует. И, соответственно, были сформулированы USPTCF, которые основаны на подсчете из моделей CISNET. Это пример положительного сценария. Возможно, экономичный. Существуют, конечно, важные минусы в первоначальном сценарии. это высокий уровень положительных и ложных положительных результатов. ИНЕЛЬСКО исследование, конечно, нуждается в лучшем алгоритме. КТ-скрининг для рака груди следует реализовать сейчас? Нет. Не следует тогда, когда будет хороший сценарий, и мы можем рассмотреть эту возможность. Хорошо, спасибо за ваше внимание. Хорошо, хотел задать вам вопрос. Вопросы, но вы уже дали все ответы. Да, еще нет, конечно. Спасибо большое. Я немножечко затрудняюсь, не понимаю, почему вы пациентов с диагностическими находками в виде внутригрудной лимфодетнопатии сразу отправляете к пульмонологу. Не удлиняет ли это путь к диагностике? Может, это проблема таракального хирурга сразу морфологической верификации данного процесса? Не поняла на вопрос еще раз четче вопрос, даже я не очень понял. Может быть необходимо пациентов с диагностическими находками при проведении компьютерной томографии в виде внутригрудной лимфодетнопатии отправлять не к пульмонологу, а на верификацию морфологическую к таракальному хирургу? Идет повторение того же вопроса на английском языке. Могу я быстро прокомменцировать? скрининг, да, я хотел сказать. Скажите, скажите. Там нет такого, как у нас пульмонолог, таракальный хирург-онколог, у них это все, у них это все, то есть вопрос не будет понятный, мне кажется, потому что у них другая система, у них нет вот этой маршрутизации и так далее, это все. Нет, даже не у них, это просто рандомизированное клиническое исследование, которое точно расписано, что после чего делать. тут нет такого свободной воли, один доктор направляет труда, другой туда. Это, так сказать, все точно формализовано, поэтому ваш вопрос очень, так сказать, к месту и к статей, но это немного другая система, это не просто диагностика, это система скрининга. Продолжение следует... Продолжение следует...